У каждой квадратичной невырожденной формы над полем поэтических чисел конечно есть количество переменных, есть с точностью до квадрата то есть с точностью до умножения на квадратный нулевого элемента определитель и оказывается есть еще один, и в некотором смысле последний, потому что вот этих трех достаточно уже для того, чтобы определить форму с точностью до эквивалентности еще один инвариант, инвариант Минковского-Хасса вычисляется он очень просто надо для каждых двух, ну привести форму к диагональному виду какому-нибудь и для каждых двух коэффициентов посчитать символ Гейлерта и перемножить казалось бы простая конструкция, но это действительно инвариант давайте это докажем смотрите, только очень важно, что мы знаем, что любое преобразование в н-мерном пространстве переход от одной диагональной формы к другой может быть выполнено при помощи преобразований при помощи такой цепочки нескольких двумерных преобразований поэтому нам в высшей степени интересно понять как же этот самый инвариант Минковского-Хасса выглядит для двумерного пространства ну посмотрим есть форма А1х1 квадрат плюс А2х2 квадрат пусть число В не нулевое представимо этой форме тогда для каких-то чисел и целых минус 2 у нас верно вот такое ракетство то есть мы на В умножили и перенесли а оно выполняется тогда и только тогда, когда символ Гейлберта А1b и А2b равен 1 я уже если не пишу везде B, то имеется ввиду, что у меня это одно и то же для этого суждения число B вот если у нас это единица, то поскольку символ Гейлберта А1b на А2b, то получаешь bA1b на А2b казалось бы, откуда это минус D? а вот откуда bb у нас есть такая формула b минус b это единица значит bb это символ b минус единица вот мы получили такую форму смотрите, что это означает что символ А1а2b равен символу B минус D для любого ненулевого числа предоставимого формула ну это было замечательно например, если минус D это квадрат то получается, что просто все ненулевые числа предоставимого формула если минус D это не квадрат то ровно половина ну, если профитализовать по ненулевым квадратам то получается, как известно, всего 4 класса половина из них будет предоставима, а половина непредоставима замечательно почему из этого следует инвариантность? ну вот это очень просто смотрите если мы как-то по другому переписали вот эту форму в каких-то координатах и при этом ее переписали так, что остальные никак не менялись а преобразование было только на первых двух то получается какая-то другая форма там b1y1 квадрат плюс b2y2 квадрат так вот символ b1b2 будет такой же как a1y2 потому что вот это выражение эмвариантное оно не зависит от того как мы записали форму в диагональном виде вот правда вы скажете а как эти b-шки или а-шки реагируют с остальными? это очень просто у нас есть выражение типа а1y2, а1y3 и так далее а1y1y все это можно записать в таком виде а1 символ а1 и произведение всех остальных замечательная шутка произведение всех остальных это определитель все эти квадратичные формы разделить на а1y2 ну смотрите а1y2 произведение отличается от b1y2 квадрат раз и поэтому символ гилькарта не будет зависеть от того что у нас будет то есть у нас смотрите что получается у нас получается что есть такое выражение а1 умножить на а2 запятая а здесь определитель а1y2 и так далее а1 деленный на а1 а2 вот и аналогично с числами b ну вот это можно вообще было написать потому что это не число одной из двух для двух случаев а1y2 отличается от b1y2 в квадрат раз все инвариантность доказана теперь поймем как вычитать инвариант Менковского хаса для суммы двух квадратичных форм а1x1 квадрат плюс и так далее плюс а1xm в квадрате плюс b1y1 квадрат плюс и так далее плюс bn и yn в квадрате но вообще-то все очевидно когда мы будем рассматривать символы Гильберта то их можно разбить на три типа аитое ажитое ну соответственно битое бжитое и символы вида аитое с бжитое это произведение для первой формы это ее инвариант Менковского хаса для второй это соответственно инвариант Менковского хаса второй формы а вот эти вот аитое бжитое из-за мультикативности превращаются в символ Гильберта от определителя первой формы и определителя второй формы то есть надо выписать один определитель поставить запятую и выписать второй, посчитать символ Гильберта. Так что вычисление инварианта очень простое и понятное.